Если вы экспортер и у вас есть расходы на транспортировку промышленной продукции, то у вас есть возможность принять участие в специальной программе поддержки. Ее оказывает Минпромторг России и Российский экспортный центр. Поддержка предоставляется организациям в рамках постановления правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 года номер 496. Участвовать в данной программе могут производители продукции и аффилированные с ними лица, которые понесли затраты на транспортировку продукции на внешний рынок. Полный перечень кодов ТНВЭД утвержден в 2095 приказом Минпромторга России от 2 июля 2020 года. Участие в данной программе позволит вам существенно сократить затраты на транспортировку продукции покупателю до 80%. Кроме того, особые льготные условия предусмотрены, если вы пользуетесь услугами российского перевозчика. Сумма поддержки может составлять до 500 миллионов, однако она не должна превышать 11% от стоимости поставленной продукции в период с 1 августа текущего года до 31 июля следующего года. Для этого вам необходимо пройти квалификационный отбор. Для участия в отборе в 2020 году и получения поддержки в 2021 году экспортер готовит комплект документов, необходимый для участия в отборе. Перечень и требования к комплекту документов размещены на сайте РЭДС. Следует отметить, что в конкурсной документации установлены следующие требования по прошивке комплекта документов. Все многостраничные документы прошиваются, нумеруются и заверяются по отдельности. После этого весь комплект прошивается одной общей сшивкой и заверяется. Также необходимо отметить, что при заполнении программы поставок продукции в пункте 5 и пункте 6 необходимо указывать стоимость той продукции, которой вы указываете в пункте 3 данной программы поставок. Экспортер направляет комплект документов об адрес РЭДС в период с 1 по 31 августа 2020 года на рассмотрение. Комплект документов должен быть зарегистрирован в РЭДС не позднее 31 августа. В случае соответствия всем требованиям организация будет допущена к ранжированию, по результатам которого будет включена в реестр получателей субсидий, формируемый в соответствии с объемом господдержки, либо попасть в лист ожидания. Результаты квалификационного отбора будут размещены Минпромторгом России в Государственной информационной системе промышленности после 23 сентября 2020 года. Важно запомнить, что если ваша компания была включена в реестр получателей субсидий, то ей необходимо направить заявление в РЭДС на заключение соглашения о предоставлении субсидий. После чего экспортер Минпромторг России и РЭДС подписывают в информационной системе электронный бюджет трехстороннее соглашение о предоставлении. Регистрация и допуск к подписанию трехстороннего соглашения в ГИС в электронный бюджет происходит по инициативе Минпромторга России. Внимание! Организации, подписавшие трехстороннее соглашение, берут на себя обязательства обеспечить прирост экспорта и могут рассчитывать на ежеквартальную компенсацию части затрат. Продолжение следует...